Всем привет! По вашим просьбам продолжаю показывать цветущий мамин сад. Первое видео я снимала, была середина июля. Сейчас середина августа, прошел месяц, и здесь, конечно, все по-другому. Огромными выросли уже хосты. Хосты все те же самые, ничего не поменялось, но вот цветы расцвели уже другие. Лилейники. Это я уже у мамы сейчас спросила, потому что я сама, конечно же, лилии от лилейников не очень отличаю. Они для меня очень похожи. Ёлки подросли, все выросло, благоухает. Огромных, просто невероятных размеров. Расцвела гортензия, мне кажется, она с меня ростом. Ну, чуть-чуть пониже. Ну, она очень высокая, метр-полтора точно. Так, здесь тоже, видимо, это лилейники. Ну и, девочки, честно, не могу комментировать, что вот это за куст очень красивый, белый. Покажу перспективу, как в тропиках. Груши. У нас будут груши. У нас будет немножко яблок. За мной гремит велосипедом сынок. Да. Так, ну вот хосты. Хосты, хосты. Большие, крупнолистые. Немножко другой вид, видимо, это тоже гортензия, ну, насколько я помню. И еще кусты лилейников. Да, в лилей немножко подруг. Ты охранник у меня, да. Здесь что-то все маленькое у мамы до сих пор. Заросли хвойников разрослись, позеленели. А вот это, скорее всего, лилии. Все-таки я, наверное, когда-нибудь научусь отличать яблочки. Скоро будут яблочки. Хотя с такой погодой у нас завтра опять будет не очень тепло. А в выходные вообще там до плюс 13 температура понизится. Клен. Вечно растущий у нас он просто неистребляемый, этот клен. И дождь 21 годов. Дождь 21 годов. Вот, сынок, у меня все прогнозы погоды знает. Так, ну, смородина. Мне кажется, все ее уже собрали. Крыжовник. Да, его еще немножко осталось. Да. Хотя бы немножко. Хотя бы немножко, да. Яблоньки. Вот, мама красиво украсила теплицу. Мы с вами смотрели, когда она только-только посадила сюда росточки. И посмотрите, как красиво все расцвело. Давайте в целом покажу вам участок, а потом подробненько пойдем шаг за шагом. Ой, как я быстро двигаю камеру. Наверное, у вас кружится голова. Немножко и помидорок будет уже есть. Красные, желтые. У нас очень вкусные желтые сорта. Это еще не мята. Мята. Это задворки теплицы. Здесь мята, укроп, лук. В общем, все, что можно немножко пощипать, покушать, все скрыто. Потому что мама не любит, когда все это на глазах. Здесь у нас дрова. Сынок мне велел не показывать мусор. Поэтому я сделала паузу, прошла мимо и показываю участок с другого немножко ракурса. Лилейники. Тут у нас чесночок будет. Жимолость. Малину уже вырезали. Старые ветки уже отрезали. И лилейники. Снимаю при вечернем освещении. Уже солнце зашло. И посмотрите, какие яркие краски. Я просто в восторге. Я даже почему-то на камеру вижу более яркую картинку, чем есть. Но все равно это очень красиво, когда нет яркого солнца. И вот такие краски вечерние. Тоже груша. Вот эта груша, она не очень вкусная. Но она, как всегда, плодоносит лучше остальных. Я прям поражаюсь. Лучше бы вкусные груши так плодоносили. Вот так всегда. А вон там малина в осень ее почти что нет. Малины уже почти что нет, да. Да. Вообще. Экскурсовод у меня сегодня помощник. Вот отсветшие пионы. Мы их с вами видели, когда они цвели. Так, а здесь что у нас опять? Гортензия. Гортензия. Яблони. Это молодая яблонька. На ней одно яблочко, представляете? Да. Да. Ну, а это уже старая яблонь. На ней тоже много. Называется Уралец. Очень вкусные мелкие ронеточки. Но сейчас они еще очень зеленые. Они будут покрупнее. Бело-розовые, бело-желтые. Вкусные очень яблочки. Ну, Андрюш, они невкусные. Так, ну там у нас огурчики. Они не особо красивые. Мы к ним не пойдем. Их не очень много. А теперь... А мы пойдем? Нет, не пойдем, сынок. Пойдем. Так, а теперь смотрим здесь опять разнообразие хвойников. Хост. Сейчас мы посмотрим здесь лилейники. Очень красивые желтые. Я люблю желтые цветы. Я люблю оранжевые цветы. А еще я люблю цветы, которые выглядят по типу ромашки. То есть это герберы, это сами ромашки. Ну, какие-то еще вот бывают. Вот я очень люблю лилии. Несмотря на то, что они пахнут не всем по душе аромат. Я люблю этот аромат. И я люблю лилии. То есть мне можно даже одну ветку поставить. И я буду ею любоваться. Розы я вообще не люблю. Никакого цвета. Вообще не люблю розы. Но когда они растут у мамы, я все равно восхищаюсь, удивляюсь, поражаюсь. Потому что в нашем климате розы очень капризно себя ведут. И вот куст у нас обычно очень пышно цветет. Вот он куст. А в этот раз он как-то не очень цветет в этом году. Вот такие огромные кусты. Хост опять мы видим. Ты уже тут опять. Это не знаю, что. Как эти цветы называются, Андрей? Не знаешь как? Нет. Иди у Наты спроси. А зачем он спрашивает? Вот так мы с тобой пока видео снимаем, мы узнаем на самом деле, как называются растения. Давайте посмотрим. Розочка тяжелая, но очень-очень красивая. Она уже отцветает. А это розовая роза, мелкая. Очень красивая. Я как-то делала съемку. Посмотрите, у меня в инстаграме, где эта роза стоит буквально тронутая, немножко припорошенная снега. Убери рухтенки свои. А вот это куст. Кто смотрел в инстаграме фотографии, где на фоне розового куста, вот это он такой большой разросся. Наверное, его нужно подрезать. Кто я, огурец? Мы называем сакура. На самом деле, это просто какая-то декоративная, может быть, вишня или еще что-то. Так, ну а здесь у мамы георгины. Она очень любит георгины. И вот они разным цветом. У нее бывают даже чудеса, когда она высаживает, например, бордовые и желтые георгины. Они вдруг... Один цветок вырастает желтый, другой бордовым, переопыляется или еще что-то очень интересное. Ну и вот тоже, посмотрите, какое сочетание. Ну это, мне кажется, здесь какой-то вьюночек присоединился на такое бордовое дерево со своими зелеными листочками. Тут у нас скрыт бак, из которого мы поливаем огурцы, там нагревается вода. Ну вот у нас это девичий или девичий виноград. Все заросло им. Понятно, не какой-то виноград. Ну здесь тоже, видите, пытаемся скрыть постройки соседских, соседские постройки. И мама этот девичий виноград везде рассадила. Подальше осталось еще чуть-чуть заполнить. Ну и опять пошла череда хост. Плантация, хостовая плантация. Да, и я знаю эти хосты. Листья вот такой вот величины. А мне вот эти нравятся. Тебе вот эти нравятся, да. Светленькие. Я тоже все люблю светленькое. Давайте посмотрим вот этот листок. Этот листок вот такой величины. Да, очень большой. Это похоже мама огурцов. Мама огурцов. Так. Вот такие большие листочки у нас. Ну все, мы обошли в этот раз очень быстро участок. Поскольку я уже все рассказывала вам, поэтому показывают... Показывают почти девять. Поэтому я вам быстро-быстро все показала. Наверное, отличия вам видны. И вот наш дом. Вот наш дом. Кино. Кино снимаем, да. Кино. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Соловье Марина. До новых встреч. Всем пока. И делайте много лайков. Все слышали? Делайте много лайков. Пока.